В Чувашии отлавливать и содержать животных будут по новым правилам. С начала года в России вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Новый порядок на региональном уровне сегодня рассматривали члены кабинета министров. Отныне отстрел вне закона. Животных без владельцев обязаны отлавливать и отправлять в приюты, где четвероногим окажут ветеринарную помощь, поставят прививки, стерилизуют, отметят и если не найдется хозяина старого или нового, отправят на волю. Это новый порядок обращения с животными без владельцев. К тому же отдельные требования есть и к местам содержания, приютам. Настоящий порядок устанавливает и регулирует требования к размещению приюта и обустройству его помещений, которые включают здание приюта в целом, помещение для приюта животных, карантинному помещению, ветеринарному пункту, помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара, помещение для временного и постоянного содержания животных и выгодной площадки. Требования есть, а приют на всю республику один в Чебоксарах. А ведь проблемы существуют и в районных центрах. Район они сейчас заняли в ожидательную позицию, делать они ничего не могут. А тут выбора другого нет. Надо в каком-то районе или межрайонные приюты создавать. Другого выбора нет. Но пилотно мы предлагаем уже в этом году начать проектировать и при уточнении деньги запросить, где-то уже создать, чтобы можно было дальше трассировать. Другого выхода здесь нет. Три-четыре приюта нам необходимо создать в республике. У нас есть предприниматели, которые заинтересованы в отлове животных, проведении всех мероприятий. Пункт передержки животных находится в Чебоксарах. Второй планируется к строительству на территории Лапсанского проезда. И есть предприниматели, которые заинтересованы в других субъектах Российской Федерации. При этом по расчетам переполненными приюты не будут, так как привитых, подлеченных и неагрессивных четвероногих будут возвращать в привычную среду обитания. Вы еще раз проанализируете, пожалуйста, всю эту ситуацию. Может, нам тогда надо поднять эту функцию обратно на республиканский уровень, чтобы этот вопрос отрегулировать и соответствующим образом организовать. То есть вы представьте, пожалуйста, комплексный подход решения этого вопроса и реализация. В том числе, как я понял, с возможностями государственного частного партнерства. В бюджете республики на этот год на все мероприятия по обращению с животными заложено более 6 миллионов рублей. Впрочем, цифры еще будут уточняться. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.